Филипп Дик. Плата за услуги. Читает Александр Большишальский. Пепел. Черный, без единого признака жизни, пепел по обеим сторонам дороги. А дальше, насколько видит глаз. Смутные неровные силуэты. Разваленные здания и городов. Разваленные цивилизации. Изъеденная опустошенная планета руин и обломков. Планета черных крупиц кости и стали. Цемента и кирпича. Взбитых ветром в бессмысленное месиво. Ален Фергюсон. Зевнул, закурил Лаки Страйк и сонно откинулся на кожаном сиденье Бьюика, модели 57-го года. «Ну да чего же, унылый пейзаж!» — пожаловался он. «Сплошное однообразие, ничего кроме покореженного хлама. В тоску вгоняет!» «А ты не смотри!» — равнодушно пожала плечами сидящая рядом девушка. Мощная, сверкающая машина бесшумно скользила по дороге, собственно, по полосе плотно укатанного мусора. Еле прикасаясь пальцами к послушному, с силовой передачей рулю, Фергюсон блаженно расслабился под убаюкивающие звуки фортепьяного квинтета Брамса. Передача шла из детройтского поселка. По окнам хлестал пепел. За какие-то несколько миль пути на них успела налипнуть толстая черная пленка. Ничего страшного, у Шарлотты в подвале есть садовый шланг из зеленого пластика, оцинкованное ведро и дюпоновская трубка. «А кроме того, у тебя же полный холодильник отличного скотча!» — добавил он вслух. «Насколько я помню. Если только эта шустрая компания не выглотала все подчистую». Шарлотта пошевелилась и открыла глаза. Негромкое урчание мотора, жара в кабине — все это погружало в сон. «Скотч?» — пробормотала девушка. «Ну да, у меня есть бутылка лорда Калверта». Выпрямившись, она откинула назад пряди светлых пушистых волос. «Только он малость скиселенный». «Сильно скиселенный?» — спросил заднего сиденья напряженный голос. Они подобрали на дороге пассажира. Костлявого, сухопарого человека с худым лицом, одетого в брюки из грубой серой ткани и такую же рубашку. Да примерно, как и все остальное. Шарлотта не слушала музыку. Ее глаза рассеянно следили сквозь помутневшие от пепла окно за пробегающими мимо сценами. Словно гнилые зубы торчат на фоне грязно-серого полуденного неба останки какого-то города. Чудом уцелевшая эмалированная ванна, пара телефонных столбов, кости, какие-то белесые обломки, миля за милей мусора и развалин. Жуть и запустение. А где-то там, в обросших плесенью похожих на пещеры подвалах, немногие выжившие собаки. Жалкие, покрытые струбьями, они тесно жмутся друг к другу, спасаясь от холода. Солнечный свет еле сочится сквозь густую пелену, взбитого ветром пепла. «Вот, поглядите!» Не оборачиваясь, бросил Фергюсон пассажиру и притормозил. Кособокими неуверенными прыжками дорогу пересекал кролик-мутант. Еще один прыжок, и слепой, до неузнаваемости деформированный зверек врезался в зазубренный обломок бетона, отскочил от него, словно плохо надутый мяч, и упал. Еле живой он прополз несколько шагов, но тут появился тощий облезлый пес, тошнотворно хрустнули кости, и все было кончено. «О!» Передернувшись от омерзения, Шарлотта прибавила обогрев машины. Миниатюрная хрупкая девушка сидела, поджав под себя стройные ноги. В розовом шерстяном свитере и вышитой юбке она выглядела очень привлекательно. «Жду не дождусь, когда же будет наш поселок. Здесь нехорошо». «А они ждут не дождутся получить вот это». Фергюсон стукнул по стоявшему на сиденье стальному ящику. Прикоснуться к прочному надежному металлу было приятно. «Если там у вас действительно настолько худо». «Уж в этом-то не сомневайся», — кивнула Шарлотта. «Хуже просто некуда. Не знаю даже, поможет ли все это. Он ведь, считай, ни на что больше не способен». На ее лбу появились озабоченные морщинки. «Попробовать, конечно, стоит, но я не очень-то надеюсь». «Не бойся», — заверил ее Фергюсон. «Разберемся мы с вашим поселком. Наведем порядок». Голос его звучал легко, почти беззаботно. «Самое первое сейчас успокой девушку. Такая вот паника может выйти из-под контроля. Выходила уже и не раз». «Но не сразу, ни в один момент», — добавил он, искоса взглянув на соседку. «Раньше нужно было сообщить». «Мы думали, это просто лень, но ведь он и вправду умирает». В ее голубых глазах мелькнул страх. «От него не получить теперь ничего толкового. Сидит, словно здоровенный ком, и все. Не разберешь, то ли заболел, то ли вообще умер. Просто он очень старый». Фергюсон говорил негромко и вразумительно, словно успокаивал перепуганного ребенка. «Насколько я помню вашему Билтонгу, уже 150». «Но ведь они живут многие столетия, так всегда говорили». «У них невыносимая нагрузка». Сидевший сзади пассажир провел кончиком языка по пересохшим губам и напряженно подался вперед. Кожа его сжатых в кулаки рук потрескалась, в нее глубоко въелась несмываемая грязь. «Вы забываете про непривычность условий. На Проксиме Билтонге работали все вместе, а здесь разбились поодиночке. Да и тяготение у нас сильное». Шарлотта кивнула, однако убежденности на ее лице не было. «Господи», – пожаловалась она, – «это ужасно, вы только посмотрите». После небольших поисков из кармана розового свитера появился круглый предмет размером с десятицентовую монету. «Теперь все, что он печатает, получается вроде этого или еще хуже». Фергюсон взял часы и осмотрел их, краем глаза продолжая следить за дорогой. Непрочный, как пересохший лист, ремешок сразу сломался, оставляя на пальцах хрупкие темные волоконца. Циферблат выглядел как надо, но стрелки не двигались. «Не идут», – объяснила Шарлотта, забирая часы назад. «Видишь, что там?» Она открыла их и показала Аллену, недовольно поджав ярко-красные губы. Полчаса в очереди стояла, а в результате какая-то размазня. Вместо механизма под крышкой крошечных швейцарских часов была сплавленная, неструктурированная стальная масса. Никаких отдельных друг от друга шестеренок, пружин, камней, только поблескивающий кисель. «А с чего он работал?» – спросил пассажир. «С оригинала?» «С оттиска. Но это был хороший оттиск. Он сам его и делал 35 лет назад для моей мамы. Можете себе представить, что я почувствовала, когда увидела такое? Я же не могу ими пользоваться». Шарлотта вернулась с киселенной часы в карман свитера. «Я так взбесилась, что...» Она замолчала и выпрямилась. «Ну вот и приехали. Видите красную неоновую вывеску? Там как раз и начинается наш поселок». Вывеска с надписью «Standard Stations Inc.» А под ней на обочине дороги безукоризненно чистое сине-красно-белое здание. Безукоризненно. Подъехав к бензоколонке, Фергюсон притормозил, и он и его пассажиры напряженно глядели в окна машины, заранее готовя себя к неизбежному потрясению. «Видите?» – высоким, срывающимся голосом спросила Шарлотта. Бензоколонка буквально рассыпалась, выглядела очень старой, старой и обветшалой. Ее здание покоробилось и просело словно под тяжестью многих веков. Ярко-красная неоновая вывеска неровно мигала, ежесекундно грозя потухнуть совсем. Насосы проржавели и тоже деформировались. Все это сооружение начинало вновь обращаться в пепел, в черной, бесцельно гоняемой ветром пылинке, возвращалось к праху, из которого когда-то восстало. Глядя на готовую исчезнуть с лица земли бензоколонку, Фергюсон ощутил холодное дуновение смерти. В его собственном поселке распада не было. Пока. Оттиски, конечно же, изнашивались, но питцбургский билтонг сразу же их заменял. Новые оттиски делались по оригиналам, предметам, сохранившимся с довоенного времени. В этом поселке оттиски, из которых он, собственно, и состоял, не заменялись. И нет смысла говорить о чей-то там вине. Билтонги ограничены в своих возможностях, как и любые другие существа. Они работали на пределе, а к тому же в чуждой для себя среде. Зародилась эта раса, судя по всему, в системе Центавра. Привлеченные вспышками водородных бомб, они прилетели в последние дни войны и увидели черный радиоактивный пепел, среди которого, жалко копошились, пытаясь сохранить хоть какие-то остатки разрушенной цивилизации, немногие пережившие катастрофу люди. Разобравшись в ситуации, на что ушло некоторое время, пришельцы разделились поодиночке и взялись за работу, начали дублировать приносимые людьми вещи. Именно таким образом удавалось Билтонгам выжить на родной их планете, создав в малопригодном для обитания мире закрытую область с удовлетворительной средой. У одного из насосов бензоколонки какой-то человек пытался заправить бак своего Форда 1966 года. Бессильно чертыхаясь, он рванул прогнивший шланг. Хлынула тускла янтарная жидкость. Грязная промасленная щебенка быстро ее впитывала. Корпус этого насоса протекал чуть не в десятки мест. Другой соседний с ним вдруг покачнулся и прямо на глазах рассыпался грудой мусора. Шарлотта опустила в машине стекло. «Шелловская бензозаправка держится лучше, Бен!» — крикнула она. «На другом конце поселка». Плотно сложенный мужчина, побагровевший и мокрый от пота, неуклюже по медвежьи, подошел к Бьюику. «Вот черт бы ее!» — пробормотал он. «Здесь вообще ни шиша не получается. Подбросьте меня через поселок, наберу там хоть ведро». Фергюсон открыл заднюю дверцу, руки его тряслись. «У вас тут что, все так?» «Еще хуже!» Бен Уинтермайер благодарно опустился на сиденье рядом с прежним пассажиром, и Бьюик тронулся с места. «Посмотрите хоть на это!» Бокалейная лавка обрушилась, превратилась в груду из скореженной стали и бетона. Витринные окна вылетели, везде разбросаны мешки с товарами. Среди всего этого разгрома бродят люди, охапками подбирают продукты, пытаются разобрать завалы. Лица у всех озлобленные и мрачные. Улица в жутком состоянии, трещины, глубокие колдобины, рассыпающийся поребрик. Из лопнувшей трубы течет мутная, слизкая вода. Лужа все растет и растет. И магазины, и стоящие по обочинам автомобилей выглядят грязно, запущено. На всем отпечаток дряхлости, изношенности. Обувная мастерская заколочена, разбитые окна, заткнуты грязными тряпками с поблекшей вывески шелушится краска, а рядом грязное кафе. Клиентов всего двое. Жалкого несчастного вида люди в перемятых деловых костюмах. Они пытаются читать газеты и пьют из потрескавшихся чашек, похожей на помой кофе. Когда кто-нибудь из них поднимает чашку, капли отвратительной жидкости дробно падают на изъеденную червями стойку. «Долго так, продолжаться не может». Унтермейер обтер покрытый потом лоб. «Слишком уж быстро все обваливается. Люди даже в кино теперь боятся ходить. Да и чего туда ходить, пленка все время рвется, а половину времени фильм идет вверх ногами». Он окинул любопытным взглядом худое с твердым подбородком лицо молча сидящего соседа. «Моя фамилия Унтермейер». «Джон Доз». Они обменялись рукопожатием. Представившись одетый в серое Человек-смолк с того времени, как Фергюсон и Шарлотта его подобрали, он не произнес и полусотни слов. Вытащив из кармана свернутую в трубку газету, Унтермейер бросил ее на переднее сидение рядом с Фергюсоном. «Вот, полюбуйтесь, что доставили мне сегодня утром». Газета представляла собой мешанину бессмысленных слов. Неразборчивый оттиск стертого поломанного шрифта. Бледная водянистая краска, так и не успевшая высохнуть, наложенная неровными полосами. Фергюсон бегло пробежал текст. С таким же успехом он мог бы этого и не делать. Путанные статьи и нить повествования вьется бесцельно и никуда не приводит. Крупный шрифт заголовков объявляет какую-то несуразицу. «Аллен привез нам кое-какие оригиналы», — сказала Шарлотта. «Они здесь, в этом ящике». «Бестолку», — обреченно вздохнул Унтермейер. «За все сегодняшнее утро он ни разу не пошевелился. Я стоял в очереди со своим тостером, хотел его отпечатать. С чем пришел, с тем и ушел. Поехал домой, а тут еще машину начал обрахлить. Ломается, наверное. Посмотрел под капот. Так кто же в них понимает, в этих моторах? Ведь это не наше дело. Потыкал туда-сюда, как-то заставил ее дотащиться до бензоколонки. Проклятый металл настолько ослаб, что пальцем проткнуть можно». Фергюсон остановил Бьюик перед Большим Белым домом, в одной из квартир которого жила Шарлотта. Потребовалось усилие, чтобы узнать это место. За месяц дом разительно изменился. Теперь его окружали деревянные леса, сколоченные грубо и неумело. Около фундамента неуверенно возятся рабочие здания, заметно завалилось на бок. По стенам бегут устрашающей ширины трещины, все вокруг усеяно обломками штукатурки. Прилегающий к дому участок тротуара завален мусором и огорожен веревками. «Сами мы не можем сделать ровно ничего», — яростно посетовал Унтермейр. «Только сидеть и смотреть, как все разваливается. Если он не оживет в самое ближайшее время...» «Все, что он печатал для нас раньше, начинает изнашиваться». Шарлотта открыла дверцу и выскользнула из машины. «А все, что он печатает теперь — сплошной кисель. Ну и что же теперь делать?» Она зябко поежилась от промозглого полуденного холода. «Думаю, с нами будет то же самое, что и в чикагском поселении». Всех четверых пробрал леденящий ужас. Чикаго, поселок которого больше нет. Печатавший для них Билтонг состарился и умер. Утратив последние силы, он превратился в безмолвную, неподвижную груду пассивного материала. А все улицы и дома, все вещи, которые он когда-то печатал, постепенно износились и снова стали черным пеплом. Прах к праху. «Он не оставил потомства», — прошептала Шарлотта. Ее голос дрожал от страха. «Расстратил всего себя на работу. На печатанье, а затем просто взял и умер». «Но ведь другие узнали», — хриплым голосом нарушил молчание Фергюсон. «Узнали. И прислали замену, когда смогли». «Да поздно было», — проворчал Унтермейр. «Поселок уже рассыпался, только и осталось от него, что пара случайно выживших людей. Совершенно голых, умирающих от холода и голода. Да собаки, которые на них охотились. Проклятые твари набежали со всех сторон, для них-то там был самый настоящий пир». Они стояли на рассыпающемся под ногами тротуаре, тесно сбившись в кучу, полной страха и напряженного ожидания. Ужас отразился даже на худощавом лице Джона Доза. Холодный, до костей пробирающий ужас. Фергюсону очень захотелось оказаться вдруг десяткам миль восточнее у себя дома. Поселок оживленный и процветающий, никакого сравнения с этим. Питцбургский билтонг-молот в самом расцвете присущих его расе творческих сил. Здания в питцбургском поселке прочные, без единого пятнышка, тротуары безупречно чистые. Нога чувствует ровную крепкую опору. «Выставленные в магазинах телевизоры и миксеры, тостеры, автомобили, рояли и одежда, и виски, и замороженные персики. Все идеальные отпечатки оригиналов. Точные, подробные воспроизведения. Их не отличишь от настоящих предметов, переживших войну в герметически закупоренных подземных убежищах». «Если этот поселок рассыплется», — неловко сказал Фергюсон, — «кто-то из вас сможет переселиться к нам». «А ваш билтонг сможет печатать больше, чем для сотни людей?» — негромко спросил Джон Дос. «Сейчас сможет. Вы ехали в этой машине». Фергюсон гордо указал на свой Бьюик. И сами видели, как здорово она сделана. Почти не хуже, чем оригинал. Их и отличить-то можно, только если поставить рядом и долго сравнивать. «Не знаю». Он заранее улыбнулся бородатой шутке. «Может, мне и оригинал достался». «Сейчас еще рано принимать какие-то решения». Шарлотта взяла с сиденья стальной ящик и направилась к дверям дома. «Какое-то время у нас еще есть. Идемте с нами, Бен. И вы тоже», — кивнула она Дозу. «Выпейте по глотку. Он не такой уж и плохой, этот виски. Отдает малость антифризам и надпись на этикетке не прочитать, но в остальном не слишком скиселенный». Но стоило Шарлотте поставить ногу на нижнюю ступеньку, рядом возник один из рабочих. «Туда нельзя, мисс». «Но ведь там моя квартира». Шарлотта яростно рванулась, ее лицо побледнело от ужаса. «И все мои вещи. Я же там живу». «Это здание опасно», — настаивал рабочий. «Да и не рабочий, собственно. Один из жителей поселка. Разрушающиеся дома охранялись добровольцами». «Вы посмотрите на трещины». «Я вижу их не первую неделю. Идемте». Нетерпеливо повернулась она к Фергисону, а затем легко поднялась по ступенькам и потянулась к входной двери. Внушительное. Стекло и хромированный металл, дверь, сорвалась с петель и разлетелась в дребезги. Острые, как бритва, осколки стекла сотнями брызнули во все стороны. Громко вскрикнув, Шарлотта попятилась, и тут же, прямо у нее под ногами, бетонное крыльцо стало рассыпаться. Издав звук, похожий на громкий вздох, оно осело кучей белого порошка, бесформенной грудой легких, пересыпающихся пылинок. Фергисон и рабочий подхватили беспомощную барахтающуюся девушку, а Унтермейер бросился тем временем во взметнувшуюся облаком бетонную пыль и начал лихорадочно искать стальной ящик. В конце концов, он нащупал его и облегченно вытащил на тротуар. Придерживая Шарлотту, Фергисон и рабочие с трудом пробирались через останки крыльца. Шарлотта пыталась что-то сказать, но не могла. Ее лицо судорожно подергивалось. «Мои вещи», — прошептала она наконец. «Ты ничего не повредила». Фергисон неловко отрехивал одежду девушки. «У тебя все цело». «В порядке я». Шарлотта вытерла лицо, измазанное белой пылью и кровью. На ее щеке виднелась глубокая царапина, белокурые волосы слиплись плотной массой. Розовый свитер, юбка, вся одежда разодрана, превратилась в грязные тряпки. «Ящик его вытащили». «Здесь он», — бесстрастным голосом сказал Джон Досс. За все это время он даже не пошевелился. Всем телом дрожа от страха и отчаяния, Шарлотта крепко вцепилась в Фергисона, прижалась к нему. «Посмотри», — прошептала она, показывая испещренные белыми пятнами руки. «Чернеет». Толстый слой пыли, лежавший на ее руках, начал темнеть. Быстро, прямо у них на глазах пыль стала сперва серой, а затем угольно-черной. И зодранная одежда девушки потускнела, сморщилась, а затем, словно высохшая шелуха, потрескалась, посыпалась на землю. «В машину ее», — скомандовал Фергисон. «Там есть одеяло из нашего поселка». Они с Сунтермейером завернули дрожащую девушку в толстое шерстяное полотнище и усадили ее в Бьюик. Шарлотта сжалась, в широко раскрытых глазах стоял ужас. Ярко-красные капли крови медленно соскальзывали по измазанным черным пеплом щеке. То на синюю полоску одеяла, а то на желтую. Фергисон поднес к ее судорожно подергивающимся губам раскуренную сигарету. «Спасибо», — сказала, скорее всхлипнула Шарлотта. Трясущаяся рука с трудом нащупала сигарету. «Что же нам теперь делать, Аллен?» Фергисон осторожно стряхнул с белокурых волос девушки почерневшую пыль. «Сейчас поедем, и я покажу ему привезенные оригиналы. Может, он сумеет что-нибудь сделать. Новые вещи, которые надо печатать, всегда повышают их тонус. Как знать, может, он и оживет немного». «Ведь он не спит, Аллен», — голос Шарлотты дрожал от ужаса. «Он умер. Я это знаю». «Жив он еще, жив!» — хрипло возразил Унтермейер, однако все они понимали безнадежность положения. «А он отложил яйца», — негромко поинтересовался Дос. «Пытался». Выражение лица Шарлотты говорило все без слов. «Несколько штук проклюнулось, но не выжил ни один. Там есть еще яйца, я видела, но...» Она замолчала. Все все понимали. Отчаянная напряженная борьба за сохранение человеческой расы сделала Билл Тонгов бесплодными. Мертвые яйца. Погибающее потомство. Фергюсон скользнул за руль и резко захлопнул дверцу. Она закрылась плохо, покоробился металл, а может, просто какая-нибудь случайность. У него волосы встали дыбом от ужаса, и здесь неидеальный оттиск, при печатании искажен какой-то элемент. Крохотный, микроскопически малый, но искажен. Скиселен даже этот шедевр, этот роскошный, сверкающий Бьюик. Значит, Билл Тонг, их поселка, тоже начинает уставать. Рано или поздно то, что произошло с чикагским поселком, произойдет и со всеми. Вокруг парка рядами выстроились неподвижные, ни звука не издающие автомобили. Сам парк полон людей, у каждого вещь, которую нужно отпечатать, отчаянно нужно. Фергюсон заглушил двигатель и спрятал ключи в карман. «А ты выдержишь?» — спросил он Шарлотту. «Может, останешься лучше здесь?» «Ничего со мной не случится», — попыталась улыбнуться Шарлотта. Теперь на ней были брюки и спортивная рубашка, подобранные Фергюсоном среди остатков рассыпавшегося магазина одежды. Никаких угрызений совести он не ощущал. Товар усеивал всю мостовую. Какие-то мужчины и женщины апатично его ворошили, выбирая что-нибудь подходящее. Эти вещи прослужат не больше нескольких дней. Фергюсон не стал торопиться с одеждой для Шарлотты. В одной из дальних кладовых он обнаружил целую кучу крепких, надежных рубашек и брюк. Их материал явно не собирался в ближайшее время обратиться в черный порошок. Недавние оттиски или... Удача почти невероятная, хотя и возможная... Оригиналы, с которых владельцы магазина печатали свой товар. Обувной магазин еще функционировал. Там Фергюсон купил туфли на низком каблуке. Пояс, подобранный среди развалин первого магазина, рассыпался при первой же попытке застегнуть его на Шарлотте, так что теперь она щеголяла в собственном его ремне. Они продвигались к центру парка. Впереди Унтермейер с остальным ящиком, за ним остальные трое. Вокруг молча стояли мрачные, нахмуренные люди. У всех в руках самые разнообразные вещи, бережно пронесенные через столетия оригиналы, либо хорошие, с малыми лишь искажениями оттиски. Смесь страха и надежды превратила лица этих людей в напряженные маски. «Вот они!» — послышался сзади голос чуть отставшего доза. «Мертвые яйца!» На краю парка под деревьями небольшую круглую площадку устилали тускло-коричневые шарообразные предметы размером с баскетбольный мяч. Все твердые, закоченевшие. Некоторые из них были разбиты, везде валялись осколки скорлупы. Унтермейер ударил одно из яиц ногой. Хрупкое и пустое, оно развалилось на части. «Какая-то тварь высосала его начисто!» — уверенно сказал он. «Это конец, Фергюсон. Думаю, тут собаки поработали, а они пролезают сюда ночью и добираются до яиц. А он слишком слаб, чтобы помешать». Толпа молчала, но от нее исходили почти осязаемые волны слепого, нерассуждающего протеста. Чувствовалось еще немного, и люди взорвутся. С покрасневшими от ярости глазами мужчины и женщины судорожно сжимали свои вещи. Плотно стиснутые в одну сплошную массу, они окружали центр парка нетерпеливым, возмущенным кольцом. Они ждали. Слишком долго. Они устали ждать. «А это еще что за хрень?» Унтермейер присел на корточке перед странным, неопределенных очертаний предметом. Его пальцы пробежали по тускло поблескивающему металлу. Очертания совершенно неопределенные, как у оплывшей в исковой фигурке. «Понять не могу». Газонокосилка с мотором. Угрюмо объяснил стоящий рядом мужчина. И когда он ее отпечатал, поднял голову Фергюсон. Четыре дня назад. Мужчина с ненавистью пнул предмет ногой. Тут даже не поймешь, что это такое. То ли газонокосилка, то ли что угодно другое. Моя старая износилась. Я выкатил из сейфа, принадлежащий поселку оригинал, проторчал целый день в очереди, а в результате вот что. Он презрительно сплюнул. «Эта хреновина ни на что не годится. Я прямо здесь ее и бросил. Чего барахло домой таскать?» «Ну и что же нам теперь делать?» Вмешался резкий, пронзительный голос его жены. «Старой пользоваться нельзя. На глазах рассыпается, как и все здесь. Если от новых оттисков нет толку, тогда какого же...» «Заткнись!» — ряфнул мужчина. Его лицо исказилось яростью. Длинные пальцы судорожно сжимали обрезок стальной трубы. «Подождем еще немного. Может, он и очухается?» Словно рябь по воде по толпе прокатился негромкий шепот вспыхнувшей надежды. Зябко передернув плечами, Шарлотта двинулась дальше. «Лично я ни в чем его не обвиняю, только...» Она оглянулась на Фергюсона и обреченно покачала головой. «Какой от всего этого будет толк, если он не сможет печатать для нас маломальски пристойные копии?» «Он не сможет», — сказал Джон Дос. «Вы посмотрите на него». Дос замер сам и придержал остальных. «Посмотрите и подумайте, как может он работать лучше?» Билл Тонг был еще жив. Старый и огромный, он расположился в самом центре парка, словно бугор мутный, пожелтевший от старости смолисто-густой протоплазмы. Усохшие сморщенные псевдоподии черными змейками лежали на коричневой осенней траве. Верхушка этого бугра осела, стала почти плоской. Неяркий солнечный свет постепенно выжигал из вен Билл Тонга остатки влаги, и тот, съежившись, опадал, словно продырявленный пузырь. «Господи!» — одними губами прошептала Шарлотта. «Да чего же жутко он выглядит!» Центральное возвышение Билл Тонга еле заметно вздымалось и опадало. Жалкие, бессильные движения, тщетная борьба за ускользающую жизнь. Над умирающим существом висел плотный рой мух, черных с синим металлическим отливом. И запах. Густая, невыносимая вонь гниения и распада. Откуда-то снизу сочилась, образовывая лужицу, темная жидкость. Сквозь мутную желтизну протоплазмы еле проглядывало бьющееся в агонии плотное ядро нервной ткани. В ответ на эти судорожные движения по вялой слизистой плоти расходились волны. Нервные волокна почти на глазах известковались, превращались в цепочки гранул. Дряхлость и распад. И страдания. Прямо перед умирающим Билл Тонгом располагалась низкая бетонная платформа с оригиналами, вещами, которые надо скопировать. Рядом с ним лежали начатые, но незавершенные оттиски. Неровные комки черного пепла, замешанного на влаге его тела. Именно из такого материала и создавались оттиски. Судя по всему, какое-то время назад Билл Тонг прервал работу и втянул внутрь себя немногие все еще функционирующие псевдоподии. Он отдыхал и пытался не умереть. «Несчастная тварь», сказал Фергюсон и сам удивился своему голосу. «Ему не продержаться». «Он сидит вот так уже битых шесть часов», истерически взвизгнул у него над ухом женский голос. «Сидит как пень и все, тут, может быть, он хочет, чтобы мы встали на колени и умоляли его?» «Вы что, не видите, что он умирает?» Яростно повернулся к ней Доза. «Оставьте его ради бога в покое». Ропот, прокатившийся по людскому кольцу, не сулил ничего хорошего. На Доза оборачивались, но тот хранил холодное безразличие. Стоявшая рядом с ним Шарлотта закаменела, не могла пошевелиться. Ее глаза побелели от ужаса. «Ну ты поосторожнее», негромко сказал Унтермейр. «Кое-кому из этих ребят вещи нужны буквально позарез. Некоторые пришли сюда за пищей». Времени на раздумья не оставалось. Выхватив из рук Унтермейра стальной ящик, Фергюсон торопливо его раскрыл. Затем он нагнулся, вынул из ящика оригиналы и разложил их на траве у своих ног. По толпе прокатился ропот, но на этот раз ропот пораженный и благоговейный. Фергюсон почувствовал мрачное удовлетворение. Поселку недоставало именно этих оригиналов. Здесь имелись только оттиски и далеко не лучшего качества. Оттиски с оттисков, и при том дефектных. Один за другим он собрал с земли бесценные оригиналы и направился к бетонной платформе. Полные злобы люди переграждали ему путь, но тут же, увидев оригиналы, расступались. Фергюсон положил на платформу серебряную зажигалку Ронсон, затем бинокулярный микроскоп Бош и Ломб, новенький в черном кожаном футляре, звукоснимающую головку для проигрывателя, тоже высококлассную, фирмы Пикеринг, и чашу из сверкающего стойбановского хрусталя. «Да, отлично оригиналы», завистливо произнес стоявший неподалеку мужчина. «Где это ты их раздобал?» Фергюсон не ответил, он не отрывал глаз от умирающего Билтонга. Билтонг не пошевелился, однако было понятно, что он заметил появление новых оригиналов. Где-то в глубине желтой и слизистой массы забегали, стали сплетаться в пучки тугие волокна. Переднее устье вздрогнуло и раскрылось. По всему этому кому волной прокатилась страшная судорога. Затем из отверстия потекла пузырять жидкость. Псевдоподия вздрогнула, доползла по устланной слизью траве до платформы, помедлила в нерешительности, тронула хрустальную чашу. Затем Билтонг собрал кучку черного пепла, смочил ее жидкостью из переднего устья, и вот возник тусклый шар. Гротескная пародия на стойбоновскую чашу. Немного поколебавшись, Билтонг втянул псевдоподию, чтобы набраться сил. Через какое-то время он сделал еще одну попытку, но вдруг, без всякого предупреждения, все его тело содрогнулось. Псевдоподия бессильно упала, помедлила, в жалкой нерешительности. И, наконец, уползла и спряталась в массе тела. «Да без толку все», сказал Унтермеер. «Не может он ничего, слишком поздно». Непослушными, оцепеневшими пальцами Фергюсон собрал оригиналы и засунул их в стальной ящик. «Я, пожалуй, ошибся», пробормотал он, с трудом поднимаясь на ноги. «Надеялся, это поможет. Мне и в голову не приходило, насколько он плох». Убитая отчаянием, неспособная вымолвить ни слова Шарлотта, пошла прочь, куда попала, ничего не видя на своем пути. Унтермеер последовал за ней, пробираясь сквозь сбившуюся вокруг платформы толпу разъяренных людей. «Подождите секунду», остановил их Дос. «У меня тут есть пара вещей, пусть он на них попробует». Собравшийся уже уходить, Фергюсон устало ждал. А Дос сунул руку за пазуху своей грубой серой рубашки, немного там покопался и извлек какой-то предмет, завернутый в клочок старой газеты. «Это была чашка. Деревянная чашка для питья, грубо обработанная и неправильной формы». Со странной косой усмешкой на лице он присел на корточке и поставил чашку перед Билл Тонгом. «А какой смысл?» Шарлотта наблюдала за его действиями с легким недоумением. «Ну, скажем, он даже и сделает сейчас оттиск». Она безразлично потрогала деревяшку носком туфли. «Это же такая простая штука, что ее самому можно скопировать». Фергюсон вздрогнул. Дос поймал его взгляд и несколько мгновений двое мужчин смотрели друг на друга. Дос с легкой улыбкой, а Фергюсон напряженно замерший, начинающий понимать. «Верно», — сказал Дос. «Я сделал ее сам». Фергюсон схватил чашку, дрожа от возбуждения. Он осматривал неказистую посудину снова и снова. «Но чем вы ее сделали? Я ничего не понимаю. И из чего вы ее сделали?» «Мы повалили несколько деревьев». Дос снял что-то со своего ремня. В слабых лучах солнца тускло блеснул металл. «Вот, только осторожней, можно порезаться». Нож такой же грубый, как и чашка, кованый, неровный, ручка обмотана проволокой. «Вы сделали этот нож?» — потрясенно спросил Фергюсон. «Я не верю. С чего же вы начали, чтобы сделать такую вещь, нужный инструмент? Это... Это парадокс». Его голос поднялся до истерических нот. «Это просто невозможно». Разочарованная Шарлотта отвернулась, безнадежно махнув рукой. «Им же ничего не разрежешь. Вот у меня на кухне был целый набор ножей», добавила она жалким, тоскливым голосом. «Нержавеющая и самая лучшая шведская сталь. А теперь от них остался один черный пепел». Голова Фергюсона разрывалась от миллиона бушующих в ней вопросов. «Это чашка, этот нож. Вас что там, целая группа? И этот материал, из которого сшита ваша одежда, вы сами его соткали?» «Идемте», резко бросил Дос. Прихватив нож и чашку, он быстро двинулся прочь. «Лучше убраться отсюда, тут, похоже, дело идет к концу». Люди начали расходиться. Бросив бессмысленное теперь ожидание, они уныло плелись к выходу из парка в надежде подобрать среди обломков рассыпающихся магазинов хоть какую-нибудь пищу. Ожили и медленно, словно в нерешительности, куда-то укатили некоторые из машин, окружавших парк. Унтермейер нервно провел кончиком языка по своим вялым, отвисшим губам. Толстое, мучнистое лицо пошло от страха пятнами. «Теперь они сорвутся с цепи», пробормотал он Фергюсону. «Весь наш поселок рушится, через несколько часов не останется ничего, ни пищи, ни жилья». Его глаза стрельнули в сторону автомобиля, но тут же утратили блеск, поскучнели. Такая мысль пришла в голову ни одному унтермейеру. Вокруг массивного, покрытого пылью Бьюика постепенно образовалось кольцо мужчин с темными, не предвещающими ничего хорошего лицами. Словно жадные, враждебно настроенные дети, они тыкали его со всех сторон, внимательно изучали капот, бамперы, щупали фары и туго накачанные шины. Во многих руках мелькали обрезки труб, камни, куски искореженной арматуры, вырванной из обломков рассыпавшихся зданий. «Они знают, что машина из другого поселка», сказал Дос, «и знают, что она поедет обратно». «Я могу взять тебя в Питтсбургский поселок», сказал Фергюсон Шарлотти. Он направился к автомобилю. «Запишу тебя своей женой, а потом уж решишь, стоит ли доводить оформление бумаг до конца». «А как же Бен?» Еле слышно пробормотала Шарлотта. «Я не могу записать его второй женой». Фергюсон ускорил шаг. «Отвезти его я могу, но все равно ему не позволят остаться. У них ведь там система квот. Позднее, когда все поймут чрезвычайность ситуации... С дороги!» Унтермейр угрожающе надвигался на окруживших машину людей. Они неуверенно попятились, немного помедлили, а затем расступились. Унтермейр встал рядом с дверцей, в нем откуда-то появилась быстрота. Огромное тело подтянулось, не казалось больше обвисшей тушей. «Проводите ее сюда и следите в оба», сказал он Фергюсону. Держа Шарлотту между собой, Фергюсон и Дос протиснулись к машине. Фергюсон передал Толстяку ключи, тот рывком открыл переднюю дверь, втолкнул Шарлотту внутрь и сделал Фергюсону знак зайти с другой стороны. И тут окружавшие их люди ожили. Ударом огромного кулака Унтермейр отшвырнул лидера в самую гущу следовавшей за ним толпы, а затем нырнул в дверцу, перевалился через Шарлотту и с трудом втиснулся на водительское сиденье. Взвыл оживая двигатель, Унтермейр включил самую малую передачу и резко нажал педаль газа. Машина сдвинулась с места. Бешеные одичавшие люди цеплялись за нее, через открытую дверцу пытались Унтермейр захлопнул и запер дверцу. В последний момент, когда машина уже набрала скорость, Фергюсон успел разглядеть взмокшее от пота, искаженное страхом лицо толстяка. Все старания людей удержаться на гладких скользких боках машины были тщетны. Один за другим они соскальзывали, оставались позади. Какой-то огромный ржеволосый парень оседлал капот, через вдребезги разбитое лобовое стекло он остервенел и тянулся к лицу сидящего за рулем Унтермейра. Унтермейр резко повернул машину, какое-то мгновение рыжеволосый еле держался, но затем руки его соскользнули, и он полетел так и не проронив ни звука на мостовую лицом вниз. Яростно визжа покрышками машина виляла, наклонялась из стороны в сторону и, наконец, пропала из виду заслоненная цепочкой осевших, утративших свои очертания зданий. Визг стал тише, а потом и совсем смог. Унтермейр и Шарлотта уехали. Скоро они будут в спасительной безопасности питцбургского поселка. На плечо Фергюсона, тупо смотревшего вслед исчезавшему Бьюйку, опустилась тонкая рукодоза. «Ну что же», пробормотал он, стряхивая себя с опенения. «Была машина и нету. Во всяком случае, слава богу, что Шарлотта отсюда уехала. Пошли». В голосе доза звучала нетерпеливость. «Надеюсь, у вас хорошая обувь. Прогулка будет довольно длинная». «Прогулка?» недоуменно моргнул Фергюсон. «А куда?» «До ближайшего из наших лагерей миль тридцать, думаю, дойдем». Секунду помедлив Фергюсон догнал двинувшегося прочь доза. «Я ходил раньше, сумею и сегодня». А за их спинами вновь собралась толпа, теперь все внимание переключилось на инертную неподвижную кучу протоплазмы, на умирающего билтонга. Поднимался негодующий гул, бессилие этих людей, крушение надежд на захват автомобиля мгновенно превратил негромкий спервогул в визгливую, отвратительную какафонию. Накопленная толпой злобы искала выхода в насилие, словно жидкость, без всяких рассуждений, переливающаяся с высокого места в низкое, зловещая, кипящая, утратившая все человеческое, масса накатывалась на бетонную платформу. Дряхлый, беспомощный, умирающий билтонг осознавал их присутствие, ждал их. Его псевдоподии сплелись в последней, невыносимой работе, в дроже последнего усилия. То, что увидел Фергюсон, было страшно, чудовищно. Волна душного, нестерпимого стыда заставила его забыть обо всем, стальной ящик выпал из бесчувственных, бессинно разжавшихся пальцев и с грохотом ударился о землю. Фергюсон нагнулся тупо, словно по какой-то обязанности подобрал ящик и сжал его, не понимая, что же делать дальше. Ему хотелось убежать, убежать, куда попало, куда глаза глядят, оказаться где угодно только не здесь. В темноте и тишине среди теней блуждающих за границей поселка на мертвой усыпанной черным пеплом равнине. В тот момент, когда разъяренная толпа бросилась на него, Билл Тонг пытался отпечатать себе укрытие, защитную стену из пепла. После двух часов пути Дос остановился и с размаху бросился на все вокруг устилавший пепел. «Отдохнем немного», буркнул он. «Приготовим еду, у меня есть кое-какие запасы». «Вот как раз и пригодится этот ваш Ронсон, если только он заправлен». Фергюсон вынул зажигалку из ящика и передал ее Дозу. Холодный, полный отвратительных запахов ветер срывал с поверхности земли пепел, взбивал его в страшные мертвые облака, носил эти облака над бесплодной планетой. Обломками костей торчали неровные зазубренные стены, остатки каких-то зданий. Здесь и там сквозь пепел пробивались темные зловещие стебли сорной травы. «Все это не настолько мертво, как могло бы показаться», заметил Доз, выбирая из окружавшего их пепла маленькие обломки дерева и клочки бумаги. «Собаки и кролики, это вы знаете. Кроме того, сохранилось довольно много семян растений, только и надо, что полить пепел хорошенько и они сразу прорастут». «Полить? Но чем? Ведь дождя больше не бывает. Что бы там ни означало это слово в прошлом?» «Нужно копать колодцы». «Вода есть, но до нее нужно докопаться». Доз разжег крохотный костерок. Зажигалка оказалась заправленной. Он кинул ее подставившему руки Фергюсону и занялся поддержанием огня. Поймав зажигалку, Фергюсон начал рассматривать ее так, словно увидел впервые. «А вот такую вещь. Как вы можете ее сделать?» «А мы не можем». Доз вытащил из-за пазухи завернутую в тряпку пищу, сушеное подсоленное мясо и обжаренную кукурузу. «Невозможно начинать с изготовления всяких сложных штук. Начинать с простого, а потом медленно, постепенно вверх». «Но здоровый Биллтонг смог бы печатать с таких оригиналов. Наш Питтсбургский изготовил бы великолепный оттиск этой зажигалки». «Я знаю», кивнул Доз. «Вот это-то как раз нас и задержало. Пришлось ждать, пока у них опустятся руки. А ведь так оно и будет, им придется вернуться в свою систему, оставаться здесь верная для них смерть». Рука Фергюсона судорожно сжала зажигалку. «С их уходом уйдет и наша цивилизация». «Это зажигалка?» ухмылился Доз. «Если вы про нее, то да, уйдет, во всяком случае, на долгое время. Но вы смотрите на ситуацию не с той стороны. Нам придется перестроиться, выкинуть из головы разную чушь и набраться новых знаний каждому из нас. Это нелегко по себе знаю». «Откуда вы взялись?» «Я один из переживших чикагский коллапс», негромко сказал Доз. «После гибели поселка я бродил в одиночку. Убивал животных камнями, спал в подвалах, руками и ногами отбивался от собак. Потом набрел на один из лагерей. Они ведь давно уже существуют. Вы, не знаете, но Чикаго не первый погибший поселок». «И вы печатаете инструменты вроде этого ножа?» Доз расхохотался. Он смеялся долго и громко. «Не печатаем. Это называется совсем иначе. Это называется изготавливать. Мы изготавливаем инструменты. Делаем вещи». Вытащив знакомую деревянную чашку, он поставил ее на покрытую пеплом землю. «Печатать значит попросту копировать. Не могу объяснить вам, что такое изготавливать, чтобы понять, нужно попробовать самому. Но печатать и изготавливать две совершенно разные вещи». Доз выстроил в ряд три предмета. Великолепный стой беновский хрусталь, собственную свою грубую деревянную чашку и кривой пузырь, дефектный, так и не удавшийся умирающему белтонгу оттиск. «Вот так было когда-то», он указал на стой беновскую чашу. «Когда-нибудь так будет снова. Но для этого нужно идти в нужную сторону, трудным путем, шаг за шагом, и только тогда все вернется». Доз бережно спрятал хрустальную чашу в стальной ящик. «Ее надо сохранить не для копирования, а как образец, как цель, к которой нужно стремиться?» «Вы, наверное, не совсем понимаете разницу, но ничего, потом поймете». Он указал на грубую деревянную чашку. «А вот где мы сейчас. И не смейтесь над ней, не говорите, что это не цивилизация. Как раз наоборот, она простая, она грубая, но она настоящая. Отсюда мы будем двигаться вверх». Подняв с земли дефектный оттиск, плод усилий умирающего Билтонга, он мгновение помедлил, затем откинул руку назад и отшвырнул уродливый пузырь прочь. Тот ударился о землю, подпрыгнул и разлетелся в дребезги. «А это ничто!» Теперь в голосе Доза дрожала ярость. «Лучше уж такая чашка!» «Эта деревянная чашка ближе к стойбеновскому хрусталю, чем любой оттиск!» «Я вижу, вы очень горды своей деревянной посудиной», заметил Фергюсон. «Уж не сомневайтесь!» Доз положил чашку в стальной ящик рядом со стойбеновской. «Когда-нибудь вы и сами это поймете. Потребуется время, но в конце концов поймете». Он начал было закрывать ящик, но остановился и тронул пальцем зажигалку. «Не при нашей жизни!» вздохнул Доз, опуская крышку ящика. «Слишком много промежуточных этапов». И тут его худое лицо вспыхнуло гордостью, радостным предвкушением. «Но ей же Богу, мы к тому идем». Дорогие мои слушатели и особенно слушательницы. Этот рассказ выходит на нашем канале 8 марта в Международный женский день. Я хотел бы поздравить вас с этим великолепным праздником и пожелать замечательным женщинам, которые это услышат, счастья, крепкого здоровья, всегда находить повод радоваться и улыбаться, любить и быть любимыми. Отдельно я хотел бы поздравить мою маму, с которой мы сейчас находимся в разных странах. Моя мама не очень понимает, зачем я веду ютуб-каналы и сегодня с вашей помощью я хотел бы показать ей, как много замечательных людей меня слушает. Дорогие друзья, обычно я предлагаю вам поддержать меня и этот канал, но сегодня я предлагаю вам, если у вас есть такая возможность, поддержать мою маму, Валентину Юрьевну. Если вы находитесь в России, то вы можете перевести средства по номеру моей карты, который вы видите у себя на экране, указав в сообщении маме или Вале. И все их я затем перечислю ей. Номер карты вы также найдете в описании этого видео. И там же будет ссылка на сбор в Сбербанк онлайн. Если вы смотрите с телефона и у вас есть приложение этого банка, то вы можете нажать на ссылку и поддержать мою маму прямо там. Если же вы слушаете меня из других стран, то вы можете нажать на супер спасибо, кнопку с долларом в сердечке под этим видео и поддержать эту инициативу. Спасибо вам большое. Любое даяние благо. Ну и конечно же далеко не каждый имеет возможность распоряжаться свободными средствами и мое предложение относится исключительно к тем, кто такой возможностью обладает. А если вы найдете у себя несколько добрых слов для прекрасных женщин в целом и для моей мамы в частности и напишите их в комментариях, это тоже будет замечательным действием. еще раз от всей души поздравляю вас. И не я один. Эй, иди сюда. Поздравишь с 8 марта моих слушательниц. Поздравляю с 8 марта. Молодец. Спасибо, дорогие друзья. С праздником вас.